Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и мой гость Игорь Шпицберг, руководитель реабилитационной программы в учреждении Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Но это не единственное занятие Игоря и не единственное его регалия. В общем, что это за человек, мы разберемся в рамках нашей программы. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас такое количество регалий, по крайней мере, то, что есть в открытом доступе, в источниках, говорит о том, что вы очень-очень активный человек с очень большой, наверное, я бы даже сказала, жизненной позицией, потому что выплескивается она у вас в разные стороны, в разных действиях и в очень огромном объеме. Почему я такие выводы делаю? Потому что работать в межведомственной рабочей группе по вопросам комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с расстройствами аутического спектра при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, работать экспертом совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, помогать ректору Московского государственного городского психолого-педагогического университета по вопросам профессиональной помощи детям с расстройствами аутического спектра, работать в ГРЦ-сиституту проблем инклюзивного образования МГППУ, в Крадиционном совете, в общественных советах по делам молодежи и населения. В общем, такой внушительный список. Как вы все успеваете? Ничего необычного, по-моему, в этом нет. Ни в моей персоне, ни вообще в этой ситуации. Это без всякого кокетства. Но просто посмотрите вокруг, огромное количество людей, которые чем-то увлечены, и что-то для них является такой очень важной, высокой ценностью, успевают огромное количество всего. Это норма жизни? Ну, это просто естественный, абсолютный процесс. Для вас естественный? Если человек интересен, то он успевает. Тогда скажите, пожалуйста, в чем состоит ваше увлечение? Вы сказали очень интересное слово. Не работа, а увлечение. В чем оно состоит? Ну, вообще, если говорить не обо мне лично, а вообще об этом, о людях, которые так же, как и я, занимаются помощью людям, имеющим различные нарушения в развитии. Ну, то, что у нас называется люди с инвалидностью. Я лично еще более сконцентрирован на помощи людям с расстройствами аутистического спектра. То, что так в народе называется просто словом аутизм. Так вот, мне кажется, что вообще все люди, которые вот что-то подобное делают, это что-то типа служения. Все-таки это не совсем увлечение. Не совсем работа и не совсем. Это не работа и не увлечение. Опять же, объясню почему. Тоже без кокетства, правда, поверьте. Это не к тому, что я такой хороший. Я обычный. Людей огромное количество, которые делают ровно то же самое, что и я. Может быть, просто они не так публично, не так известны. Я достаточно известен, но это тоже ровно потому, что это необходимо. Так вот, ну, просто, знаете, есть прекрасные доктора. Есть чудесные повара, например. Есть очень хорошие финансисты. И деятельность каждого из этих людей – это своего рода тоже служение такое. То есть он не просто увлечен достижениями, которые он получает, а он увлечен процессом реализации. По большому счету люди… Вот мне очень нравится такое понятие, как харизматики. То есть люди, которые действительно имеют некую харизму. Ну, что такое харизму? Харизма – это некая богом данная возможность. И дальше вопрос в том, человек эту возможность реализовал или нет. И вопрос куда? Возможность Богу дается… На мой взгляд, я не эксперт по тому, что Бог дает. Прости, Господи. Но мне так кажется, что каждый человек предназначен для чего-то. И если он вот это предназначение угадал, то дальше Бог дает ему и сил, и понимание, чего делать. И вообще, в общем, он живет в полном каком-то… в полноте, что называется, в полноценности. И это огромное счастье – найти дело своей жизнью. Это же для всех одинаково, не только для тех, кто инвалидами занимается, а вообще для всех. И я думаю, что любой человек, который вот это дело нашел, он, безусловно, и успешен, и виден. Хотя не обязательно виден. Есть люди, которые тихо где-нибудь в горах сидят и огромную пользу приносят. Поэтому тоже по-разному. То есть все-таки для вас это даже уже и не увлечение? Это ваша какая-то внутренняя задача? Знаете, я могу очень коротко рассказать. Не знаю, насколько это назидать, но, может, для молодежи. Не уверен я, что молодежь услышит. Ну, если услышит – вдруг. Ну, на самом деле, все очень просто. То есть я, как обычный совершенно мальчик. После школы был отправлен в технический вуз. Мне было совершенно все равно. Я там играл, пел тяжелый рок, мне было все остальное совершенно все равно. Но вот я отучился там пару лет, потом у меня это как-то все совершенно закрылось, там и группа развалилась, институт. Я понял, что мне совершенно неинтересен, при том, что я успел там за пару лет вроде неплохо поучиться. И я вдруг понял, что 19 лет у меня был. Такой период, когда хочется смыслов. Я что-то понял, что мне надо каких-то смыслов. И я начал их искать отчаянно. То есть я куда-то туда-сюда, там, в Гринпис, там, куда-то еще. Вот хотелось, чтобы жизнь имела какой-то смысл. И чего-то мне ничего не нравилось. Потому что, ну, не знаю, мне все время казалось, что это как-то, ну, как сказать? Мелко? Да нет, не мелко. У меня не было ощущения своего величия. Я с ним борюсь всю жизнь. Нет-нет, те действия, которые... Это ощущение, что они... Это что-то... Даже не то, что это не мое, а какая-то неправда. Например, я услышал какой-то эпизод. Я даже не знаю, правда или нет. Мне рассказали про Гринпис, что они пытались защитить бельков, это детенышей нерпы, ну, вот, которых выбивают на шкурки. Может быть, я даже ошибаюсь, потому что это не нерпа, а какое-то другое животное, прошу прощения. И они их что делали? Они поливали их черной краской. И тогда, в общем, действительно, их переставали отстреливать браконьеры, потому что, ну, шкурка теряла ценность, но зато их тут же убивали альбатросы и белые медведи. Потому что они не просто так белые, а это защита. И почему-то вот этот пример... Я даже не знаю, правда ли это. Но мне рассказали 20 лет назад этот случай. Наверное, правда, а может, нет. Мне почему-то показалось, что вот это такой хороший пример того, что люди часто, движимые самыми благими намерениями, просто не имеют достаточно... Вмешиваются в природные процессы, да? Люди всегда вмешиваются в природные процессы. Другое дело, что люди не всегда... Оценивают последствия? ...могут угадать, что будет. И движимые самыми великими целями иногда достигают совсем не того, чего хотели. И многих сильных это приводит к огромному разочарованию, а многих слабых приводит к тому, что они всю жизнь служат этим как бы неправильным направлениям. Притом я не хочу сказать, что Гринписы – неправильное направление, они огромное дело делают, и тоже, дай бог вам, успехов. Ну вот, и, в общем, как-то так получилось, что в 90-м, по-моему, году я познакомился с одной женщиной, взрослой, которая... Ну, взрослой, у меня было 19, которая хотела создать какой-то такой загородный центр, куда просто приезжали бы городские дети и общались бы там с животными, с лошадьми, с какими-то, я не знаю, там, растениями. И мне показалось, что, ну, вот такая идея, она со всех сторон, она не глобальная, но она такая правильная. Ну, потому что, ну, это ведь действительно плохо, что люди живут в больших каменных городах и совсем не общаются с естественной природой. Это же, ну, очевидно. Я всю жизнь любил там в походы ходить куда-то, в горы. Мне казалось, что это огромная такая незадача, что вот нет у нас в окрестностях Москвы там больших красивых кавказских гор, например. Вот. И я начал ей помогать. И, собственно, был создан центр, который был назван экологический центр «Живая нить». Вот придумала женщина Ирина Терентьева такое название. И где-то полгода вот мы что-то такое пытались сделать, а потом мы познакомились с совершенно волшебным человеком из Польши, Марьяном Ярошевским, который занимался ипотерапией. То есть, лечебно-верховой ездой для детей, имеющих нарушение развития. Разные самые нарушения. И опорно-двигательное – это что-то, ну, там чаще всего это церебральный паралич встречается. И ментальная инвалидность – это умственная отсталость, это дети с аутизмом. И нам это так понравилось невероятно. А он приехал в Москву и показывал тут вот эту ипотерапию. Привез с собой даже девочку с умственной отсталостью из Польши. Что… Ну, так вот нам так это понравилось, что в 91-м году мы открыли первый в России официальный центр, который занимался лечебно-верховой ездой. То есть, мы когда-то были первыми, кто это начал. И вот, собственно, ну и дальше там была долгая история. То есть, мы учились у зарубежных, конечно, коллег, в первую очередь, потому что в России тогда это было мало представлено. Вообще, на территории Советского Союза, как ни странно, на территории Грузии была самая сильная база ипотерапевтическая. Такой Дмитрий Цверава, профессор, использовал лечебно-верховую езду для постинфарктных состояний. После лечения сколиозов еще там в 70-х годах 20-го века до Москвы это как-то слабо доходило. И вот в России, как бы, вот мы были первые. Учились мы во Франции, учились в Германии, учились в Америке, там много где. Мне даже вообще посчастливилось еще с группой моих коллег по инициативе Министерства иностранных дел Франции. Вот четверо из нас прошли обучение на медицинском факультете Сарбонны по... Это медицинский факультет, где есть кафедра лечебно-верховую езды. И, собственно, вот с 91-го года мы начали заниматься этим. И я почти сразу был удовлетворен, честно говоря, потому что я чувствовал, что... Нашел. Ну, я просто не делаю чего-то очень глобального, но каждый вот этот ребенок с особенностями, каждый родитель, у меня есть физическая возможность ему помочь, я могу что-то для него сделать. И почему-то мне это показалось очень ценным. А что было ценно? Обратная связь, те результаты, которые вы получали, или какое-то внутреннее самоудовлетворение от того, что день прожит не зря? Ну, знаете, если вы такие вопросы задаете, я попробую ответить тогда, ну, рассказать чуть поподробнее. Не знаю, насколько эта аудитория будет интересна. Ну, просто это обычная жизнь. На самом деле все же, все люди, которые что-то делают, проходят достаточно значимый путь. И все события достаточно значимы, да? То есть у меня в этом смысле, вот отвечая на ваш вопрос, ситуация была очень простая. Сперва я думал, что ну вот, наконец-то я нашел, ура, я хороший, я помогаю больным деткам. Да вот в 19 лет. Потом прошел год. Через год у меня наступил просто какой-то полный коллапс, абсолютное опустошение. Я вдруг понял, что у меня не хватает ресурса, что у меня ни любви какой-то не хватает, ни... Я не знаю, вот ничего. То есть при том, что... Черствеете? Нет, я просто чувствовал, что я их как будто обманываю. Вот я даже не знаю, как это сказать. Я вообще честный человек по природе. Ну, я не склонен к вранью. Я могу прихвастнуть, например, там где-то, но вот так, чтобы наврать, нет. А тут у меня было ощущение, что вот они ко мне обращаются, им от меня нужно. И я как бы стараюсь, но получается, что у меня как будто нет этого ресурса, он как будто кончился. Вот на всех не хватает. Не на всех, а просто ни на кого. То есть у меня что-то вот год, через год, я говорю, было полное опустошение. И тогда произошло подряд несколько очень важных событий в моей жизни. И там одним из первых событий это было то, что... Ну, вообще, я крестился в 19 лет, и, в общем, я считаю себя человеком достаточно верующим, православным, и это очень... Это не то, что много мне дает, а просто это дает определенную систему координат, которая определяет, в общем, очень многое. Но при этом... Ну, например, вдруг в 19 лет у меня случился такой случай. Вот я пробегая мимо какого-то очередного ребенка с церебральным пролечом, а тоническая статическая форма, такой очень медленно движущийся ребенок, я был уверен, что он не говорит и ничего не понимает, прости Господи, потому что я ни разу не видел от него ни одного проявления. Ну, просто он смотрел, там, поворачивал голову медленно, и все. И тут я пробегая мимо, ему сказал что-то там, привет, как обычный, побежал дальше. И вот я бежал обратно минут через 10, и он мне сказал привет. И меня почему-то так невероятно удивило, что я начал про этого мальчика больше узнавать, выяснил, что, оказывается, он там стихи пишет очень глубокие, еще что-то. Ну, то есть я вдруг неожиданно понял, что то, что я думаю, что я понимаю людей, на самом деле абсолютно не так. Я их могу вообще не понимать, потому что я их оцениваю по каким-то внешним признакам, потому что очевидно для нас, а на самом деле в каждом человеке может скрываться какая-то невероятная глубина, и он не то, что не хуже меня, а он во много раз лучше меня во многих вещах, и, может быть, ему надо обо мне заботиться, не мне о нем, то есть как-то... И что я просто не понимаю, я как будто унизил человека, совершенно не желая того. Это был сильный стресс, я тогда очень-то много начал думать. А второй был момент вот такой, очень для меня значимый, когда действительно вот год спустя я почувствовал какое-то полное опустошение, меня пригласили в поездку во Францию. И там есть такие общины. Жан Ванье такой есть человек, община Ковчег. В России есть Вера и Свет, это тоже одна из их отделений. Но это такая экуменическая, не знаю, община, где есть православные католики-протестанты. Но это не самое главное, они собраны вместе не из религиозных соображений, а они собраны вместе, потому что они помогают взрослым ментальным инвалидам. Ну, то есть во Франции, конечно, неплохо живется взрослым ментальным инвалидам. Но многие люди посчитали, что как-то логичнее, чтобы они жили не в специальных учреждениях, а в домах, где их окружают какие-то любящие их люди. Речь шла в первую очередь во Франции о совсем взрослых ментальных инвалидах, у которых родители уже умерли или уже совсем немощные, не в состоянии за ними ухаживать. То есть это люди, которым лет по 60, ментальные инвалиды. И вот для этих людей стали создаваться такие общины. Где они живут с какими-то помощниками, которые им помогают, во всем обслуживают. И реально эта жизнь становится полноценной, радостной, там мастерские у них, там много чего хорошего. И для того, чтобы вот эти помощники не иссякали, потому что редко кто на всю жизнь соглашается этим заниматься, вот эта община нуждается в том, чтобы молодежь приходила и приходила, и год-два там проводила. Кто-то полгода. Вообще, надо сказать, что я абсолютно убежден, что люди, которые хотя бы полгода в такой общине проживут, это на всю их жизнь там огромный позитивный отпечаток наложат эти люди, которые будут ценить жизнь и понимать ценность человека как такового. И это с вами произошло в 20 лет? Ну, со мной произошло что? В 19 лет. В 20 лет я попал вот в эту общину, и там была одна встреча уникальная. Мы продолжим через минутку, и вы расскажете про эту встречу. И снова здравствуйте. Студия Екатерина Романова и мой гость Игорь Шпицберг. Игорь является руководителем реабилитационной программы в учреждении Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Но в начале программы мы начали не с этого. Мы начали с того, какой жизненный путь проходил Игорь, и как он для себя выбрал вот это направление путем долгих поисков, я так думаю. Все-таки долгих поисков и осознания. И уже в 19 лет Игорь начал искать свое жизненное предназначение. Игорь, вы говорили о том, что несколько переломных моментов в вашей жизни происходило, в том числе в 19 лет, когда вы искали свой путь, произошли несколько событий, несколько встреч в вашей жизни. Одна из этих встреч произошла во Франции, в месте, где люди помогают инвалидам с ментальными ограничениями, с ментальными заболеваниями. Что это за встреча была? Ну, опять же, я еще раз, я думаю, что то, что я рассказываю в своей жизни, это просто, ну, может быть, пригодится кому-то. Сейчас вообще очень много молодежи прекрасной, чудесной, которая помогает совершенно бескорыстно, и даже не будучи специалистами, помогает людям с инвалидностью. Это совершенно прекрасно. И вообще то, что в нашей стране происходит в направлении людей с инвалидностью, радует меня без меры. Вот я могу сказать, что я все-таки больше 20 лет этим занимаюсь, и очень долгие годы вот эта идея, еще со времен Советского Союза, к сожалению, что у нас здоровые люди отдельно, больные отдельно, и что это два несовместимых общества, она сейчас все-таки видоизменяется, и сейчас к инвалидам огромное внимание, и масса всего происходит. И, например, вчера я рассказывал представителям московского метрополитена, сейчас создается специальная служба поддержки людей с инвалидностью в метро, это совершенно замечательно, это просто прекрасно, и огромное спасибо и московскому правительству, и тем, кто это делает. И вот я вчера объяснял сотрудникам вот этой специальной службы, как обращаться с людьми с аутизмом. И вообще у нас в стране очень много этого, в смысле позитивного отношения инвалидов, это очень радует. Ну, так вот, собственно, про мой это жизненный путь, там очень все просто, ну, просто было несколько ярких событий, потому что, наверное, в 20 лет очень важно, чтобы было что-то яркое, иначе тебя это, не знаю, как сказать, там, литературно не вштырит, и не поверишь, короче, потому что, конечно, если ты активно ищешь, тебе надо, чтобы было что-то, во что ты мог бы поверить. Я поверил, и, в общем, не жалею ни одной секунды, потому что, в общем, я с той пор, у меня 43 года, я этим сколько уже занимаюсь, 23 года, получается, не жалею ни одной секунды, и даже и не думаю о том, вообще жалею я или нет, честно говоря. Ну, так вот, и там было такое событие, вот я все-таки важный момент. Я год проработал с людьми с инвалидностью разный. Вот мы были первым центром лечебно-верховой езды в России, и я почувствовал какое-то абсолютное опустошение. Я просто подумал, что на самом деле я ничего не могу. Я не добрый, я не любящий, я не могу. Вот как бы я вроде хочу, мне казалось, что я детей очень люблю и старался всем всегда помогать, но мне почему-то я испытывал такую, ну, я не знаю, ну, как бы нет сил вообще. Вот человек ко мне подходит, ему что-то нужно, а я не могу, мне нет, нет, я бы отдал бы, нам нечего. И вот в этот момент я попал на встречу, которую вот эта община французская, про которую я говорил, устраивала. Встреча, община занимается тем, что живет с людьми взрослыми, с ментальной инвалидностью, и время от времени проводит такие вот встречи для рекрутинга, просто для набора молодежи, которая бы помогала в этих общинах. Я попал на такую встречу. Там был один совершенно потрясающий священник, который всю жизнь, в общем-то, занимался тем, что, насколько я знаю, помогал, ну, вот в каких-то заброшенных деревнях где-нибудь в Индии или там в Микронезе на островах. И он очень-очень был уже пожилой человек, наверное, уже умер, потому что тогда ему было лет под 80, я думаю. Вот, его, значит, привезли на эту встречу, и он там сказал речь маленькую, минуту на пять. Ну, почему-то вот эта речь, она на меня произвела впечатление буквально на всю жизнь. Он сказал такую вещь. Он сказал, что вот я за все свои годы, вот своего служения, я вдруг неожиданно понял, что на самом деле в нас любви нет. Что когда мы хотим вот нашу любовь отдать другому человеку, на самом деле в нас нет любви. Человек в силу своей несовершенности, вот несовершенства, он как бы ее не имеет в себе, но вся любовь есть у Бога. И если человек просит эту любовь, искренне, изо всех сил просит, Господь всегда ее дает. Причем дает всегда ровно столько, сколько человек готов принять. Если вот он даже так показал, что если человек готов принять в ладошки, то Бог ему даст полные ладошки. Если человек готов стакан подставить, то стакан даст, или если ведро, то ведро. Но дальше такой нюанс, что Бог всегда дает до краев этой любви. Вот сколько ты можешь принять, столько даст. Но дальше такой нюанс. Если он никогда, Бог никогда не дает любовь человеку для него самого. Он всегда дает ее для кого-то. И если мы в ту же секунду эту любовь не отдали, она в нас умирает. И тогда мы чувствуем вот эту умершую любовь. Это ужасное чувство. Чудовищное. Но если вы эту любовь тут же отдали, сразу же, то Господь тут же восполняет опять это ведро до конца. И тогда мы живем в потоке любви. То есть мы ее все время отдаем и все время получаем. И почему-то, не знаю, я понимаю, что эти мысли могут быть очень простые. И очень банальные даже. Я думаю, что они возникали не в одной голове. Однозначно. Однозначно. Но почему-то в моей голове в 19 лет их еще не было. И вот получив эти мысли, почему-то мне это сразу дало ощущение, что да вообще ничего страшного в том, что я таким немощным себя ощущаю. Это заполнило ту пастоту, которая у вас образовалась? Вот это ощущение, оно как-то вас изменило? Знаете, я не очень отчетливо помню все ощущения того момента. Но в любом случае, вот я уезжал во Францию, думая, что, может быть, мне уже стоит перестать заниматься инвалидами. А вернулись? А вернулся, в общем, ощущение, что все нормально. Более того, я как-то ощутил смысл. И вот это ощущение смысла, в общем, ну, 23 года этим занимаюсь и как-то даже не особо задумываясь, правильно я делаю или нет, ощущаю, что живу, безусловно, в полноте. И вообще, надо сказать, что я очень много сейчас вижу замечательных, чудесных людей, молодых людей, которые приходят в какие-то организации, которые собирают и, не знаю, там вещи каким-то людям, которые после затопления чудовищного на Дальнем Востоке, да, там пострадали. Не обязательно инвалидам же помогать. Есть масса людей, нуждающихся в помощи, есть пенсионеры, есть малоимущие, есть масса. И я вижу, что в людях огромная вот эта вот потребность делать что-то действительно ценное. И это очень-очень радует. Но вы выбрали для себя все равно определенное направление. Что касается моего направления, то тут, значит, было так. Вот год мы занимались только лечебной верховой издой. А потом, да, еще, собственно, про аутизм, так как я к этому пришел. Получилось достаточно интересно. Во-первых, они мне всегда очень были интересны. Невероятно интересны. Вот я сегодня, я надеюсь, чуть-чуть расскажу, что такое вообще этот аутизм. Ну, так, чтобы люди просто могли понять. Давайте об этом и расскажем. Да, сейчас расскажу. Ну, вот просто, хорошо, давайте можем сразу на это... Нет, давайте еще какие-то доскажу, а то гештальт не завершен. В общем, вопрос в том, в чем год мы занимались только ипотерапией, ну, плюс вот мне, ну, с лечебной верховой издой, плюс мне сразу были очень интересны люди с аутизмом. Потом я женился на женщине, у которой оказался мальчик, которого я усыновил, вырастил как своего сына, очень его люблю, который вот имел эти расстройства аутистического спектра. Ну, это так получилось, что я сперва начал этим заниматься, а потом у меня такой мальчик появился. Вот, мальчик был не самый простой, не самый тяжелый, не самый простой, но в конечном счете сейчас вот он закончил университет пару лет назад, и он работает программистом, и, в общем, слава тебе, Господи, более не менее все ничего. Вот, но, соответственно, вот где-то с 92-го, там, первого года уже вот я начал активно этой темой интересоваться. В 92-м году наш центр, наш солнечный мир провел, мы тогда по-другому еще назывались, значит, вот мы провели первый в истории России интеграционный реабилитационный лагерь совместно с группой Круг, такая есть очень хорошая организация, и там было много детей с разными особенностями развития, было много здоровых обычных детей, это очень важный момент, и было очень много реабилитационных форм. И вот, начиная с этого года, я понял, что это абсолютно необходимая вещь, что невозможно заниматься никаким одним методом для того, чтобы ребенок развивался, поэтому надо создавать вот эту цельную систему. И вот, начиная с 92-го года, мы начали быть центром комплексной реабилитации. В 97-м году уже в Америке, в Денвере, на Международном Конгрессе по реабилитации я представлял концепцию экосистемной реабилитации, вот так вот она у нас назвалась. Это как бы концепция, которая подразумевает создание специальной развивающей среды, в которой каждый человек, независимо от особенностей, может максимально развиваться. И вот, начиная с 92-го года, мы начали активно заниматься аутизмом, как таким вот одним из самых сложных явлений в дефектологической, я бы сказал, практике. Вот есть нехорошее слово дефектолог, потому что оно слово дефект. В России как-то пока так называются эти специалисты, хотя, в общем, во всем мире они называются специальные педагоги или специальные психологи. В России тоже это уже меняется. И, собственно, вот как бы мы этим занимаемся много-много лет, и сейчас в 98-м году вот та организация, которая называлась «Живая нить», она разделилась на три части, осталась «Живая нить», которая занимается ипотерапией, продолжает, возник конно-спортивный клуб инвалидов, который больше занимается конным спортом для инвалидов, и вот возник наш солнечный мир, который, по сути, те же самые люди просто вот разошлись по трём специализациям. А наш солнечный мир, как он всю жизнь занимался, вот этой комплексной реабилитацией, так он ей продолжил заниматься. Ещё в своё время была создана Национальная Федерация, нами была создана Национальная Федерация Лечебной Верховой Езды инвалидного конного спорта. Она очень сильна сейчас, мы её развиваем активно, продолжаем объединять более 200 городов в России, где это есть. На нашей базе, на базе нашего солнечного мира тренируются спортсмены Паралимпийской сборной Российской Федерации, чемпионы Европы, по-моему, мира даже. Мира не помню, но Европа, кажется, точно. То есть, вот, и мы очень активно сейчас развиваем вот то, что, может быть, вы знаете, специальные олимпиады, это для людей с ментальной инвалидностью существуют специальные олимпиады, мы называем специальные олимпиады, и там есть такой нюанс. Дело в том, что мы этим занимаемся очень-очень давно, мы были первыми, кто провели по конному спорту, по специальным олимпиадам в 96-м году, вот эти соревнования, и всё время куда-то выпадают аутисты. Почему? Они не попадают в паралимпиады, потому что у них нет опорно-двигательных нарушений, они нормально ходят чаще всего, и они не попадают в специальные олимпиады, потому что там критерием является низкий интеллект. А аутисты, наверное, очень умные. И они бедные как-то... Встречаются гений, если же. Встречаются. И они как-то стали выпадать, и вот мы сейчас ведём активную работу по поводу того, чтобы всё-таки аутизм это сейчас одно из... Действительно такая, как чума 20-го века, реально, количество этих детей просто невозможно большое, чтобы они тоже входили в специальные... Мы много раз коснулись уже каких-то отдельных нюансов. Давайте всё-таки, да. Что такое аутизм? Значит, смотрите, я не буду, конечно же, рассказывать из книжек то, что написано про аутизм, я думаю, что люди могут это и сами прочесть, и в интернете, и есть замечательные российские авторы, которых можно на эту тему почитать, в первую очередь, это Ольга Сергеевна Никольская, Елена Вячеславовна Боенская, можно почитать их книжки, они чудесные, прекрасные, про аутизм. Если вы найдёте книжку Сергея Алексеевича Морозова, тоже очень бы рекомендовал. Потому что замечательный человек и подвижник, который очень много лет пропагандирует правильные идеи про аутизм. Постараюсь рассказать так, чтобы было на пальцах, понятно, условно говоря. Значит, существует то, что сейчас называется расстройство аутистического спектра. Это широченный диапазон нарушений, которые объединяют и людей, имеющих тяжёлые генетические заболевания или тяжёлые органические поражения центральной нервной системы, с одной стороны, и людей почти нормы, то есть имеющие какие-то минимальные дисфункции, но и те, и те попадают в это расстройство аутистического спектра. Сейчас в последней версии основного диагностического сборника, по которому живёт мир, но существует два. Существует МКБ, межнародная классификация болезней, существует ДСМ, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. В пятой версии там сейчас выделено нарушение социального взаимодействия и, собственно, расстройство аутистического спектра. Чтобы сильно людей не мучить, опять же, терминологией, думаю, что в интернете, если вам будет интересно, посмотрите. Но самое главное, что всех этих людей объединяет сложности в установлении социального взаимодействия. Все эти люди имеют сложности в установлении контакта с внешним миром, с определением своего места в нём. Иногда это выражается в нарушении речи, иногда нет, иногда не говорят. Иногда это выражается... В замкнутости. Ну, это уже такая частная, да, то есть какой-то процент, вот ещё, смотрите, из всех людей, имеющих расстройство аутистического спектра, ещё раз повторюсь, от самых тяжёлых до самых лёгких, какая-то часть имеет нарушение, если по-русски сказать, ну, эпия, если так сказать это по-русски, судорожная, повышенная судорожная готовность, эпиактивность, эпилепсия. Это отдельное заболевание, но какой-то процент детей с аутизмом имеет такого рода нарушение. Какой-то процент детей с аутизмом имеют различные гастронатурологические особенности, и у этих детей они нуждаются в специальных диетах, они нуждаются в специальном вот таком специфическом сопровождении. Но это не все, это тоже какая-то часть. Какая-то часть детей с аутизмом имеет умственную отсталость ещё, по-моему, всё прочее, потому что сейчас, например, часто бывают случаи, когда это неудивительно, когда, например, у детей даже вот, например, с синдромом Дауна, когда генетическое заболевание налицо, тем не менее присутствуют черты расстройства аутистического спектра также. И это не значит, что у них или аутизм, или синдром Дауна. Это значит, что это дети, имеющие, безусловно, синдром Дауна, но при этом у них сложности восстановления взаимоотношений с внешним миром по типу вот аутистического расстройства. Вообще вот одна из тех идей, которую вот 20 лет мы разрабатываем в нашем центре, в нашем солнечном мире, это идея того, что существует аутоподобный тип адаптации. Вот это, на самом деле, очень важная идея, сейчас про неё расскажу, потому что это всех касается, это у всех есть. Если кто-то из вас думает, что вы не очень аутичны, вы можете не сомневаться, вы достаточно аутичны в той или иной степени. По крайней мере, фрагментарно. Да, значит, соответственно. То есть это нарушение, в общем-то, нервной системы, проводимости нервной системы, которая влияет на те или иные функции организма, и которая ведёт к каким-то обособленным нарушениям, индивидуальным нарушениям для каждого человека. Знаете, вот я думаю, что аудитория, она слушает образованное, по-английски читающее. Я вам очень рекомендую. Есть такой сайт, называется «AuTism Speaks». Аутизм говорит, да. Это самая мощная в мире организация, которая действует под эгидой ООН и которая занимается в том числе распространением информации об аутизме. Если вы хотите узнать поподробнее, набирайте «AuTism www.autism speaks.org». Это информационный ресурс про это. Да, про всё, что связано с аутизмом. Там и научные исследования, и то, и всё. И там вы всё это узнаете. Потому что, когда вы говорите про нарушение нервной системы, я вам сразу могу на это сказать, что, к сожалению, мы этого не знаем. Ну, то есть, видимо, да. Ну, как бы, а где всё держится? Где всё находится? У нас же даже нарушение тонуса. Например, знаете, младенцев часто массируют, что у них нарушение тонуса. Так это нарушение тонуса чаще не в ручках и в ножках, оно в голове. Это нарушение нервной системы, выражающейся в нарушении тонической регуляции. Поэтому, конечно же, всё, что связано с нарушением поведения, в той или иной степени касается нервной системы, безусловно. Но что именно там происходит, на самом деле неизвестно. Всё, что касается аутизма, если в двух словах, выглядит так. Явление массовое. Причём чудовищно массовое. Вот пугать никого не хочу, но до 2% детской популяции. Это каждый 50-й, каждый 88-й, есть разные данные. В Южной Корее почему-то больше всего таких детей. Каждый 38-й ребёнок диагностируется как ребёнок с расстройством аутистического спектра. Детей таких невероятно много. И прогрессия геометрическая, к сожалению. То есть вот все последние исследования, всё, что там статистически исследуют, детей таких становится каждым годом всё больше и больше. Пока наши слушатели могут обратиться к сайту autismgоворit.org, да, в английском, в латинском названии. Мы прервёмся на рекламу и продолжим через минутку. Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и Игорь Шпицберг. Мой гость, руководитель реабилитационной программы в учреждении Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». И этот центр уже больше, чем два десятилетия, занимается проблемами детей, людей с ментальными нарушениями, в частности, с аутизмом. Правильно я понимаю? Мы говорили о том, что такое аутизм, и что эту информацию можно полностью подчеркнуть на сайте autispeak.org, да? Аутизм, спик, ну на самом деле сайтов много, и информации много, но просто это тот сайт, в котором всё в одном месте, вы можете глянуть и посмотреть. И я остановила вас на том, что аутизм – это всё-таки нарушение прогрессирующее в нашей действительности. И вот уже 2% популяции детской страдают какими-либо вариациями этого нарушения, нарушения аутистического спектра. Ну, вот смотрите, очень важно, не надо никакой паники, безусловно, и это до 2%, то есть не 2% везде, да, ещё раз повторяю, данные по миру разные, но в среднем это каждый 88-й ребёнок, в Америке было в прошлом году данное, что каждый 50-й школьник, то есть в школьном возрасте, не обязательно, что он в школе учится, но вот этого возраста, и самые высокие данные почему-то в Южной Корее, там каждый 38-й ребёнок, это ещё больше, чем 2%, но тем не менее, надо понимать, что эта проблема достаточно массовая, и с ней надо что-то делать. Что? И вот далее что делать? Значит, во всём мире, конечно, выделяются миллиарды долларов на исследования, потому что ищут причину. К сожалению, пока она не найдена. То есть даже, более того, не смогли ответить на вопрос, а что такое аутизм? То есть в конечном счёте сходится в том, что есть расстройство аутистического спектра, объединяющее огромное количество самых разных нарушений. Вот это важно. Это не какая-то одна болезнь, которая лечится с каким-то одним способом. А это множество нарушений, приводящих к вот такому видоизменению человека и формированию той или иной степени вот этого расстройства аутистического спектра, в свою очередь выражающегося в нарушении взаимодействия, нарушении возможности взаимодействия с внешним миром. И дети с аутизмом бывают как очень тяжёлые, неречивые, крайне трудно идущие на контакт, живущие вообще в каком-то абсолютно внутреннем мире, так и могут быть высокофункциональные. Есть ещё такое словосочетание синдрома Аспергера, это самые такие развитые люди с аутизмом, и среди них очень много вообще известных людей, официально известных в интернете, наберите, сейчас очень-очень много. И эти люди могут достигать самых высоких уровней социализации, просто оставаясь иногда какими-то чуть-чуть странными людьми. То есть это может быть от кататонии даже, да, и форм дебилизма с аутистическими признаками до гения, до гениальности. Ну вот смотрите, я, как уже сказал, есть какой-то процент, вот все, вот 100% аутистов, да, или детей с расстройствами аутистического спектра. Ну их можно найти в психиатрической клинике, а можно найти среди них Эйнштейнов. Да, только вопрос, где вы их будете искать, если в Америке туда или где-нибудь в Европе туда. В нашей стране пока, к сожалению, к сожалению, при том, что еще раз повторяю, я очень благодарен вообще нашей российской власти за то, что сейчас делается для людей с инвалидностью. Я никогда не видел таких огромных движений в сторону людей с инвалидностью. Это прекрасно, я только рад этому и готов помогать, в том числе относительно людей с аутизмом, потому что сейчас очень много хороших, прекрасных людей много чего делает. Но пока недостаточно. Тем не менее, ужасно недостаточно. И самое главное, недостаточно в регионах. Я уж не говорю о том, что и в Москве это, собственно, хороших центров, которые реально людям с аутизмом могут помогать. Вот есть наш Солнечный мир, есть Центр лечебной педагогики в Москве прекрасный, есть еще несколько каких-то мест. Но детей-то, ну вот у меня в Центре 300 детей занимается еженедельно, полтора года очередь на осмотр на первичный. А в стране таких детей невероятное количество. Вот к нам едут со всей страны. Центров реально могущих помочь детям с аутизмом невероятно мало. Однако сейчас очень большое движение все-таки в этом направлении. Существует Координационный совет по делам детей-инвалидов при Общественной палате, по-моему, у вас была тут Лена Кулачко, кажется, которая там один из... Она могла быть в какой-то из наших программ. Да, возможно. Но вот она одна из таких вот, в общем, лидеров. Там Борис Леонидович Альшуллер, Лена Тополева-Солдунова, такая тоже прекрасный человек. И вот они двигают это. Есть совершенно чудесная Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства, которая огромное внимание уделяет всем потребностям людей с инвалидностью. И при ней существует вот этот совет по попечистству в социальной сфере, где тоже тема аутизма поднимается. И по инициативе Юрьевна Голодец был создан межведомственный совет при Минздраве Российской Федерации по аутизму. Это так впервые создано. Вот я был назначен, в частности, тоже в этот совет. То есть уже даже не робкие какие-то шаги, а государственные нормальные шаги в эту сторону существуют? Безусловно. Есть уже поддержка. Правда, это только началось. Вот тут очень важно, чтобы это не прервалось. Но есть поддержка Министерства образования. Есть Московский городской психолопедагогический университет, совершенно замечательный его ректор Виктор Владимирович Рубцов. В структуре университета существует целая школа для детей с расстройственно-технического спектра. И на базе этой школы сейчас планируется создать федеральный центр ресурсный, который мог бы формировать какие-то технологии, которые потом транслировать по всей стране. Это будет совершенно прекрасно. Насколько я знаю, на самом высоком уровне эта идея поддержана. И, в частности, мы планируем проведение конференций специально, которые могли бы объединять этот опыт. В общем, деятельность, безусловно, идет. И зарубежный опыт используется, да? Смотрите, вот тут тоже важно. В России огромное количество потрясающих специалистов. Ну, огромное количество, потому что это громко сказано, но их очень много. Реально много. И даже вот в старой советской еще школе, которая называлась нехорошим словом дефектология, там много-много-много всего. Объединительные. Ну и, конечно же, конечно же, наша задача взять лучший зарубежный опыт, лучший российский опыт, который есть не только в официальных учреждениях, а во многом некоммерческих, негосударственных, родительских каких-то движениях. Обязательно соотнестись с родительским сообществом, потому что родители являются заказчиками в конечном счете. Родители лучше знают, как у них в каждой их деревне или небольшом городе обстоит ситуация с помощью людей с аутизмом. Мы тут из центра этого не знаем, это они знают лучше. Поэтому объединение зарубежного опыта, отечественного опыта, родительского опыта в одно целое и создание лучших практик помощи людям с аутизмом – это задача. И что здесь очень важно, важно помнить, вот я всегда это перечисляю, перечислю еще раз, очень важно, что такое помощь людям с аутизмом вообще, в целом. Первое и самое важное – это максимально ранняя диагностика, то, к чему мир пришел. Непонятно, как лечить. Вот непонятно. Младенческий возраст. Ну да, безусловно. То есть, непонятно, как лечить, поэтому лекарства нет от аутизма. То есть, лекарства иногда могут поддерживать, иногда могут купировать какие-то острые состояния, но они всегда играют вспомогательную роль. Основную роль играет коррекция. Во всем мире самая главная помощь аутизму, аутистам, людям с аутизмом, с расстройствами аутистического спектра оказывается именно в коррекционном процессе. То есть, главная цель – ребенок должен быть в обществе. Вот это задача. Он должен быть социализирован. Все остальное – это средства достижения этой цели. Следовательно, различные коррекционные практики обучают ребенка с аутизмом необходимым навыкам. Навыкам социализации, навыкам сенсорной интеграции, навыкам коммуникации, нахождения в обществе и так далее. Тут очень много техники. Давайте от стратегии спустимся на землю и вот конкретным примером. Вы в своих проектах, у вас есть канистерапия. Это самое маленькое, что у нас есть, очень важное. Вы сейчас расскажете, что это за важность такая. Очень хороший метод. Ипотерапия, музыкотерапия, кинезотерапия, массаж, адаптивная физкультура, отличные проекты, молодежные, кулинарные, мультипликационные арт-проекты, скауты. То есть я понимаю, что вы прикладно используете все возможные формы взаимодействия, социализации этих личностей. То есть ведь важная проблема в адаптации – это выстраивание вот этих коммуникационных связей, да? Нарушение коммуникации, откорректировать – это то, о чём вы говорите. Вы совершенно правы. Просто главное – это адаптивные способности. Человек, рождаясь, начинает взаимодействовать с этим миром, и он должен садаптироваться, он должен научиться в этом мире жить. А мир состоит из физических, природных явлений, из каких-то ощущений, и мир состоит из людей, потому что человек – социальное существо, и он должен научиться в этом мире чувствовать себя достаточно свободно, и в этом задача. Конечно же, вот все техники, которые применяются для коррекции расстройства аутистического спектра, они на эти цели и направлены. То есть разносторонне развивать ребёнка так, чтобы он развивался. Мне вообще очень нравится фраза, что реабилитация – это концентрированная информация в доступном виде. нашей задача – дать ребёнку всю необходимую информацию, используя все каналы связи со всех сторон. То есть не ждать, пока он сам к этому придёт, сам это увидит, научит, как-то осознает и так далее. А именно давать ему, приближать к нему эти знания, давать ему возможность ощутить на ощупь, прям вот потрогать, пощупать, посмотреть, на зуб взять, поскольку это всё-таки речь идёт и о раннем возрасте. Какие методики вот в данном случае, скажем так, широко используются, какие дают самые лучшие результаты? Значит, смотрите, во-первых, вы совершенно правы. Опять же, всё, что мы приобретаем, все навыки приобретаются в опыте. Невозможно съесть таблетку, на которой написано «математика» и выучить математику. Даже самую вкусную или самую дорогую таблетку. А школьники так все мечтают об этом? Ну, к сожалению, вот видите, как-то невозможно. Математику можно выучить, вот занимать. Знаете, был такой анекдот замечательный, мне кто-то рассказывал, что вот Карнаги Холл, все же знают, что такое, да, там вот такое престижное место, где музыканты играют. И вот бежит по улице молодой музыкант, навстречу ему пожилой. И вот молодой музыкант с ним сталкивается и говорит, «Вы не подскажете, как попасть в Карнаги Холл?» А пожилой ему отвечает «репетировать, репетировать, репетировать». Да, действительно. Ну, то есть, на самом деле, все, что мы можем в нашем жизни освоить, дается нам опытом и тренировкой. И вопрос только в том, что человек обычный, не имеющий каких-то серьезных препятствий. Делает это легко. Может делать это самостоятельно даже. Вот я, например, грешным делом, уж простят меня коллеги-педагоги и психологи, я считаю, что если обычного ребенка вообще не воспитывать никак и никак не развивать... Он приобретет... Ну, как бы в жизни он все равно сориентируется. То есть, конечно, если заниматься его образованием, он достигнет гораздо большего, и вообще-то это вообще не вопрос. Но он не пропадет. Ребенок с особенностями развития, в том числе с аутизмом, может и пропасть. Потому что самое главное, что отделяет ребенка обычного от необычного, это обычный ребенок, который взаимодействует с миром, у него... Ну, вот если совсем по-простому сказать, у него получается. И вот от этого от успеха к успеху он движется. Ребенок с особенностями, у него очень много неуспешного опыта. И даже не обязательно с аутизмом. Ребенок с эрбальным параличом может хотеть взять мячик, который лежит перед ним там... А не получается. А не получается. И вот он раз попробовал, два попробовал, три... И плюнул. И перестал. Потому что он как бы живет от неуспеха к неуспеху. Что в результате будет формироваться? В результате ребенок будет... Глобальный неуспех. Он будет отворачиваться от внешнего мира. Потому что внешний мир несет ему негативные переживания. Он будет уходить в мир собственных ощущений куда-то внутрь. Там он более успешен. Там он может фантазировать все что угодно. Так вот, быстренько попробуй на два больших серьезных вопроса ответить. Первый. Все-таки я скажу глобально, потому что это важно знать, что нужно вообще аутистам. Ну, людям с расстройствами. Первое. Максимально ранняя диагностика. Она позволяет выявить максимально рано и быстро начать коррекцию. Второе. Нужна коррекция. Собственно, те системы, которые из разных методов состоят в разном возрасте, по-разному применяются. И международный опыт на эту тему огромный. То есть это ежедневная родительско-педагогическая работа. Практически, да. Вот одна из глобальных ошибок, которые у нас пока в стране все-таки есть, думают, что можно на 30 дней положить человека раз в год и прекрасно его там отреабилитировать, а остальное время он что будет делать? Это же человек развивается каждый день. Ну, представьте себе, что вы там, не знаю, три месяца лежите в кровати, а потом один месяц бегаете что-то делать, а потом опять три месяца, не дай господи. Ну, это же будет пропущенное время просто. Ну, так вот, еще раз. Максимально ранняя диагностика, максимально ранняя коррекция. Далее. Так как основной задачей является социализация в конечном счете, это цель. Это среда. Это цель, то создание среды. Соответственно, начиная с самого мелкого возраста, ребенок с аутизмом должен иметь возможность видеть здоровых сверстников. И поэтому в мире все, вот вся в конечном счете работа ведется по двум направлениям. Первое – это коррекция. Второе – это создание специальных сред, где эти дети могли бы находиться. Это специальные среды могут быть в обычном классе или в обычной группе детского сада, но просто там должны быть созданы специальные условия, которые этому ребенку подойдут. Это тоже достаточно. А какие условия? Вот если коротко, какие это специальные? Великий педагог всех времен и народов Лев Семенович Выгодский, психолог, ввел такое понятие, как зона ближайшего развития. Наш отечественный специалист. Зона ближайшего развития – это та зона, где человек развивается. Вот есть зона актуального развития, это то, что человек может здесь сейчас. А зона ближайшего – это то, что он может при некоторой помощи, при некоторых условиях. И вот именно там и происходит развитие. Для любого человека важно создание вот этой зоны. Ребенок с расстройством аутистического спектра часто сам не ищет себе нового опыта. Он воспроизводит предыдущий опыт, потому что это ему более спокойно, более уверенно. Он там, то, что называется, аутостимуляциями. Он формирует ощущения напрямую. Так вот, создание специальной среды для людей с расстройством аутистического спектра – это среда, где он был бы успешен, во-первых. Во-вторых, где он приобретал бы новые навыки, в том числе в социальном взаимодействии. То есть это вовлечение его в какую-то деятельность. Создание комфорта и далее возможность расширения опыта. Для этого часто, не часто, а всегда нужны специально обученные люди. Это вообще достаточно важно понимать, что аутичные дети, с одной стороны, не являются космическими пришельцами. Это дети с аутизмом. Это не какие-то там непонятные существа. Это дети, у них абсолютно естественные детские потребности. Ну, в обычную среду, в обычные детские сады, в обычные школы. Все-таки проблематично им там получиться. Они очень разные. Значит, я прошу прощения, что переделал. Они очень разные. Есть дети, которые вообще элементарно могут находиться в обычной среде, даже без подготовки специальной персонала. Но таких, к несчастью, мало. Основная масса детей с аутизмом нуждается в некой адаптационной среде, которая выражается в, во-первых, информированности и обучении учителя в классе. Если ребенок нуждается в этом, у него должен быть тьютер, то есть сопровождающий, педагог, который, по сути, такой адаптер, знаете, как розетка, переходник, чтобы он мог включиться в эту систему. Нужно вообще распространение информации, очень важно, чтобы к ним относились как бы нормально по-человечески. И еще раз скажу, так как дети с аутизмом очень разные, то для одних из них идеально это прямо вот помещение в здоровую среду сразу, для других идеально. Есть система, когда, например, специальный класс для детей с аутизмом находится внутри обычной школы и постепенно интегрируется. Да, там в третьих случаях какие-то еще формы возможны. Какие-то коммуникационные группы. В любом случае целью конечной является максимальная социализация человека, максимально возможная. Поэтому во всем мире таких детей стараются с самого начала не отделять от здоровых свестников, а максимально с ними. Да, но при этом они должны быть сопровождены. Вот это то, что говорят службы ранней поддержки, ранней помощи, службы сопровождения. Аутисты должны сопровождать те люди, которые занимаются его развитием, которые занимаются его адаптацией, но находиться при этом в идеале он должен среди обычных детей. Все-таки, говорю про глобальное, это очень важно. Так вот, значит, нужна ранняя диагностика, потом коррекция, потом вот эта социализация нужна прямо сразу, инклюзивные детские сады, инклюзивные школы, вся система образования. Нужна система подготовки кадров, которые будут с ними работать. Это очень важно. И медицинских, и педагогических. Вот сейчас в Московском городском психопедагогическом университете осуществляется программа по подготовке специальных магистратур для вообще системы образования специалистов по аутизму. Потому что у нас в стране есть, например, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Если вы не знаете, может быть, знаете, тифло – это те, которые работают со слабовидящими, сурды – это те, которые работают со слабослышащими. Но это, в первую очередь, педагоги, просто оснащённые специальным инструментарием, чтобы понимать людей слабослышащих, слабовидящих. А специалистов по аутизму таких же нет. И необходима подготовка. Да. И вот сейчас этим тоже мы активно занимаемся. Далее. Они растут, эти дети. И им нужны разные системы интеграции, инклюзии в самых разных средах, в обычных школах. Иногда в каких-то специальных, если это необходимо. Это надо понимать тоже. Надо бывает и такое. Затем профессиональное образование, дополнительное образование. Потому что наших детей с аутизмом, к сожалению, в кружки, в обычные тоже не особо берут. А это же для них так же необходимо, как и всё остальное. Это культурная среда. Вот знаете, вот тоже я очень рад тому, что сейчас в парках, вообще везде. Вот мы, например, находимся в парке «Сокольники». Большое спасибо там руководству парка. И мы видим, сколько для людей с инвалидностью всего проводится. Но при этом для людей с ментальной инвалидностью на самом деле среда не очень адаптирована пока. Движение в этом направлении есть. Но это надо тоже до ума доводить. Для людей с аутизмом, понимаете, для человека на коляске нужна аппарель, чтобы он мог заехать куда-то. А что нужно для человека с ментальной инвалидностью? Для человека с аутизмом? Там тоже есть определённые потребности. Очень нюансная история. Каждая личность обладает своими гранями. И поэтому, что нужно человеку с ментальной... Есть общие правила. Они также нуждаются в помощи, которая позволит им не выпасть из общего процесса. По большому счёту, сопровождение профессиональное и адаптация к социальной среде. Вот эти вот коммуникации. Это в общем и целом. То, чем занимается Игорь уже больше 20 лет, и то, о чём он сегодня рассказывает в нашей программе, очень важно для нашего с вами общества. Но вот мне хочется спросить у Игоря, зачем вам лично это нужно? Вы начали с этого в нашей программе? Ну, слушай, ну я занимаюсь любимейшим делом. То есть важно любить. Я просто получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. По-моему, это совершенно естественно и нормально. И, вы знаете, это неправильно считать, что те, кто инвалидам помогают, они там какие-то благородные люди, а кто, не знаю, там бизнесом занимается, я не знаю, финансами, они какие-то хуже. Да ничем они ровно не хуже. Просто каждый человек имеет свою данность, какую-то природную, ну, я не знаю, предрасположенность. И если он ее реализовал в полноте своей, то значит, он людям максимально помог. К вопросу вернусь, который не договорили. И вот когда они вырастают еще, им нужно поддерживаемое проживание, они взрослые. Часто люди с аутизмом так и остаются тяжелыми, несоциализированными. И тогда им нужны мастерские, ремесленные, специальные, где они могли бы чем-то заниматься. На самом деле, во всем мире люди с аутизмом, конечно, трудоустраиваются, и этим надо заниматься. Это высокоуровневые, могут работать, и очень хорошо. Но это их немного, к сожалению. Огромная масса нуждается в том, что называется поддерживаемое проживание и поддерживаемое трудоустройство. Этим тоже надо заниматься. То есть это государственная поддержка от рождения до... Да, я считаю, что необходимо создавать государственную стратегию помощи людям с расстройствами аутистического спектра, консолидируя лучший зарубежный опыт, лучший отечественный, который тоже есть, и родительское мнение. Вот это очень важно. И тогда будет то, что нужно. Теперь, что касается моего центра, вы задали вопрос. Я не ответил. Закончилось наше время, к сожалению. А вы там что-нибудь порежете. К сожалению. Я быстро расскажу, он там чуть-чуть поменяет. Что касается моего центра. Во всём мире... А я вот смотрю, там ещё есть. Я туда смотрел. У нас свой график. Понятно. Значит, короче, смотрите. Вопрос есть вот в чём. Во всём мире коррекционные методы по нескольким направлениям. Первое. Это разные педагогические приёмы. И здесь это поведенческие техники. В первую очередь у нас в центре они присутствуют. Второе. Это двигательная коррекция. Самая разнообразная. То, что называется сенсорная интеграция, кинезотерапия. У нас тоже это, безусловно, есть. Третье. Это спич терапия. То, что у них, у нас это логопеды. Но логопеды не те, которые учат говорить букву «р», а те, которые учат коммуницировать. И у нас тоже этому, естественно, уделено очень большое внимание. Следующее направление – это деятельность. У нас называется продуктивная деятельность. Работают, основном, специальные педагоги. Это дети учатся что-то создавать своими руками. Плюс направление коммуникативное, где дети работают в мини-группах, в группах побольше. Очень важно на каждом возрастном уровне давать ребёнку то, что ему по возрасту необходимо. Например, для подростков в своё время создали скаутское движение. Или мультпроект, где дети создают мультики. И дети, например, с аутизмом, которые не могут за один раз больше одного слова сказать. Они, озвучивая свой мультик, по одному слову записывали на диктофон, а потом мы слышали, как этот ребёнок говорит, когда собирали всё это вместе. Волшебство. Да это просто нормально, мне кажется. Но через игру, через какую-то вот такую интересную активность для каждого ребёнка – это всё равно некоторое волшебство, которое люди могут делать своими руками. Конечно. И в этом смысле я очень рад тому, что наш центр, при том, что мы не государственная, не коммерческая организация, все эти годы мы на самом деле получаем огромную высоченную оценку за рубежом. Вот нас приняли в аутизм Европа, единственный центр из России. И когда мы рассказываем там нашу программу, она на ура везде идёт. То есть всё очень-очень хвалят. За счёт чего вы живёте? Знаете, мы, к сожалению, вынуждены с какого-то момента брать деньги с родителей, при том, что мы не коммерческая, абсолютно прозрачная организация, и всё идёт там, у нас нет прибыли, всё идёт на уставные цели, то есть там на очень небольшую зарплату педагогам, на аренду, к сожалению, большую. И мы вот до какого-то года жили за счёт того, что было в законодательстве города Москвы, был какой-то процент налогов, который коммерсанты могли отдавать на благотворительность. И мы нам давали эти деньги, и мы жили. Плюс сейчас, с того момента, как это прекратилось, мы вынуждены брать деньги с родителей, плюс нам помогают разнообразные фонды. В результате около трети детей у нас занимаются вообще бесплатно совсем. Ещё где-то треть занимается значительно дешевле, чем все остальные. И мы стараемся как-то... Вот цены у нас в Москве ниже, чем у ряда других центров. Но тем не менее, это всё равно очень плохо, что родители платят за занятия. И поэтому мы очень стараемся обрести какую-то такую поддержку, чтобы дети не платили. Спасибо вам, Игорь. Спасибо вам. Игорь Шпицберг, руководитель реабилитационной программы учреждения «Центр реабилитации инвалидов детства. Наш солнечный имбир» был сегодня в нашей программе. В общем-то, необъятное количество информации, которое есть у Игоря в голове. Мы пытались немножечко сконцентрировать в рамках программы «Жажда жизни». Думаю, что не первый, точнее, не последний раз мы с вами встречаемся. Спасибо за эту беседу. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.